Несмотря на то громадное количество легковых машин, которые курсируют ежедневно по улицам областного центра, роль общественного транспорта остается по-прежнему особенно важной. Развитие современных городов, особенно с населением 100 тысяч жителей и больше, сопровождается увеличением их территории, миграции населения в новые окраинные районы. Вследствие этого – рост числа людей, пользующихся общественным транспортом, а также увеличение дальности пути горожан на работу и среднего количества поездок на одного жителя в год. Все это в своей деятельности учитывают представители предприятия «Брестский общественный транспорт», в перечень функций которого в новом году добавились новые опции. Реализацией билетной продукции будет уже заниматься «Брестский общественный транспорт». Открою, может быть, небольшой секрет. Мы планируем первую серию билетов, серия 0001, билет номер один, вообще не пустить в реализацию, а выставить их на аукцион. Почему бы нет? Нумизматы и филотеррористы всегда интересуются первыми, тем более с новым дизайном. Ну попробуем, это будет больше такая интересная акция уже для любителей, для фанатов. Оплата проезда в общественном транспорте постепенно приобретает электронный формат. Уже сегодня доля онлайн-оплат от общего количества продаж составляет порядка 10-12%. И это только начало. Люди все больше привыкают к такому формату покупки, что в чем-то проще и удобнее для всех участников, как для пассажира, так и для водителя. Мы пытаемся сделать как раз ставку на электронные виды билетов. Это более мобильные и более технические, уже на более высоком уровне. На сегодняшний день у нас 4 оператора. Они активно работают. Мы используем все возможные виды электронных билетов. Пытаемся через УБЛ-исполком решить новое направление для Республики Беларусь. Это билет на час. Идут технические вопросы стыковки, организации, изготовления этих билетов и их реализации. Коммунальное унитарное предприятие «Брестский общественный транспорт» функционирует всего год. Однако уже за это время была значительно усовершенствована инфраструктура и обслуживание пассажиров. Сегодня ведется дальнейшая работа над улучшением маршрутной сети с учетом ввода новых социальных объектов. Продолжение следует...